Продолжение следует... У него были пуэрториканцы, которые стояли за тупака. Даже сам Пак говорил об этом. У него была самая хорошая поддержка, а такого рода слухи распространять, чтобы очернить его имя. Понимаешь? Речь не идет о том, что тупак справлялся. Нет, там было много людей на его стороне. Сами заключенные проявляли любовь и поддержку. Есть фотографии, где он встекал. С типами, которые сидели, с их земляками, которые сидят. Они его поддерживали. Но, конечно же, никому не хочется сидеть, поэтому Пак звонил и говорил, что хочет выйти. Но говорить о том, что ему угрожали, такого не было. Мы навещали его каждый месяц. Некоторые из нас каждую неделю. Я не помню ни разу, чтобы он упоминал, что его жизни что-то угрожает. Понимаешь? Ни разу. Мне кажется, когда ситуация между Востоком и Западом начала накаляться, пуэрториканцы, их много в Нью-Йорке, особенно на севере, они крепко стоят. Они связались с Феджо. Феджо знает Грэг Найса. Грэг Найс, в свою очередь, очень близок с тупаком. Феджо попросил своих близких присмотреть за тупаком. Много земляков тупака были с ним, поэтому все эти слухи – лишь сплетни. Я даже не берусь утверждать, зачем им это. Но они пытаются оправдать другие сплетни за счет этих. Это все очень печально. У него не было проблем там. Мы навещали его постоянно. Пак просто делал свое время. Никто не хочет быть в заключении. Это не то, чтобы отдыхать дома, и любой хочет поскорее выйти. Он не был типа «Эй, все ровно, я здесь отдыхаю, идите домой». Нет, конечно, он хотел выйти, но у него точно не было никаких проблем там. Я тебя понял. Значит, это все ложь про то, что у тупака были проблемы, пока он сидел. Его проблемы, по словам тупака, были самими вертухаями, охраной. И когда я это говорю, ведь я читаю комменты людей, у тупака не было конфликтов не потому, что он выше кого-то, или у него не могло быть проблем. Так же, как и у остальных, он был таким же, как и все. Он не был неуязвимым, потому что кто-то может так подумать, но потому что много людей любили тупака. Даже на тюрьме. А сама ситуация между побережьей еще не достигла своего пика. Может быть, позже нашлись бы такие, кто любил Бигги, но его срок проходил в самом начале, и люди сильно любили тупака. Да, ты прав насчет этого. Война побережья еще не развилась, пока Пак сидел. Но как ты считаешь, почему люди распространяют такие слухи? Мне кажется, очень много людей, которые скрытно ненавидят тупака. Много разных людей, и когда они дают интервью, они прикидываются его близкими друзьями. Я просил Шуга его вытащить, ведь его насиловали и унижали. В тюрьме было ему опасно. Завязывай, братан. Всем понятно, почему ты это делаешь. Ты ненавидишь человека, но пытаешься выставить себя заботливым другом. Очень умная недовесть, скажу я. Это очень умная стратегия. Типа, Нас мог его раздавить в легкую, но я ведь гангстер, я это все предвидел. Мы были в Нью-Йорке, в Центральном парке. Сто бандосов НАСА со стволами нас окружили. Пак даже не видел их, но я видел, ведь у меня бандитский менталитет, я все замечаю. Все это чистая ненависть. Тупака здесь нет, чтобы это опровергнуть. Они это понимают. Поэтому они делают это под предкрытием дружбы. Большинство людей даже не поймут, что это ненависть. Но люди близкие к тупаку, им это будет очевидно. Да, понимаю. Люди, которые не в теме, они услышат это и подумают, о, он любит тупака и рассказывает свою версию. Да, точно, он любит тупака, ведь он просил Шуга вытащить его оттуда, его же там изнасиловали. Нет, братан, просто перестань распространять сплетни. Пака нет здесь. Я абсолютно это не поддерживаю.